В Ханты-Мансийске гонками на упряжках завершился 7-й Всемирный Конгресс Оленеводов. Накануне конкурса профмастерства с делегатами из Ямала, Якутии, Республик Коми и Тыва, Ненецкого автономного округа, Магаданская и Амурской областей, а также полуострова Таймыр, встретилась Наталья Комарова. Губернатор Югры отметила, что в нашем округе оленеводство имеет высокую социальную значимость для коренных жителей, способствует сохранению их традиционной культуры и образа жизни. Сегодня в регионе разведением северных оленей занимаются два сельскохозяйственных предприятия, три национальные общины и 17 крестьянских фермерских хозяйств. Мы компенсируем 70% оленеводам от стоимости приобретенных оленей. Организациям, которые занимаются традиционным хозяйствованием, включая оленеводство, представляем гранты на развитие деятельности. С тем, чтобы поголовье было максимально здорово, за счет средств государственных программ мы проводим лабораторно-диагностические исследования, вакцинируем, чипируем оленей. Также оленеводческим компаниям Югры из бюджета региона выделяются субсидии на содержание поголовья. Сегодня округ насчитывает больше 40 тысяч северных оленей. Площади пастбищ в округе способны прокормить до 50 тысяч животных. Отмечу, в ходе Всемирного конгресса делегаты внесли актуальные направления для развития оленеводства в проект Ханты-Мансийской декларации. Губернатор поддержала инициативу о сотрудничестве Югры, Коми и Ямала в вопросах использования оленьих пастбищ. Еще одним важным направлением документа является передача традиционных знаний и подготовка профессиональных кадров для отрасли. Мирового поголовья оленей – это на российской территории. Конечно, и среди оленеводческих регионов на передовых позициях, как всегда, Ямал, Югра и Якутия. Это три таких мощных региона. И вся работа органов власти и управления общественных организаций коренных народов, оно идет в одном направлении, в одном русстве, и постепенно, постепенно многие проблемы теряют свою актуальность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!